Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Вакансии промпредприятий Кировской области собрали в одном месте. Это перечень из более чем 400 позиций на промышленных предприятиях и в организациях региона. В нем указаны требования к кандидатам, зарплаты и другие условия работы, а также контакты. Перечень можно найти на сайте Минпромторга Кировской области. Водители, инженеры, слесари, контролеры, экономисты, строители, подсобные, рабочие. Зарплат ниже 30 тысяч немного. Есть вакансии с зарплатой 70 тысяч или даже около 100. На 20 тысяч за год выросла зарплата руководства кировских театров. Директор Кировского драмтеатра получает в среднем 150 тысяч рублей в месяц. Это самая высокая зарплата среди руководства учреждений культуры Кировской области. Годом ранее зарплата в этой должности была 130 тысяч рублей. Директор театра на Спасской зарабатывает почти на треть меньше – 111 тысяч рублей в месяц. Годом ранее зарабатывал 90 тысяч. Зарплата руководителя театра кукол – 107 тысяч рублей. Директор библиотеки имени Герцена получает 119 тысяч. Рост за год – почти 30 тысяч. Директор филармонии зарабатывает 117 тысяч. Госархива – 124 тысячи. В эфире «Экономика». В Кирове на подсветку фасадов выделяют еще 205 миллионов. На сайте госзакупок были опубликованы два аукциона. Начальная цена первого – 107 миллионов рублей, второго – 98. На эти деньги подрядчики должны будут сделать подсветку на 55 домах на Октябрьском проспекте и улице Комсомольской. Тех, кто будет выполнять работы, определяют 24 апреля. Ранее были объявлены два аукциона с общей начальной стоимостью – 175 миллионов рублей. На подсветку порядка 50 домов на улицах Спасской, Московской, а также Карла Липкнихта, Герцена и на Динамовском проезде. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова